Иркутская область, а если точнее Байкальское побережье, неизменно пользуется большой популярностью среди туристов. Но все меняется, как только в регионе наступает бархатный сезон. В это время турпоток в нашем регионе заметно падает. Почему так происходит и как эту ситуацию пытаются изменить, сегодня выясняла Анастасия Смирнова. Учет полезен даже для туризма. С 1 сентября в России заработала единая информационная система «Электронная путевка». В нее туроператоры должны заносить все данные о проданных турах. В Ростуризме считают, что это будет работать для удобства путешественников, которые в любой момент смогут проверить информацию о купленной путевке. Кроме того, проект позволит защитить права туристов и повысить прозрачность отрасли перед государством в целом. В строгом режиме система еще не начала работать. Закон предусматривает переходный период. Сейчас туроператоры могут в добровольном порядке передавать сведения. Однако уже с 1 марта 2023 года компании начнут наказывать в случае непередачи данных в систему. Система поможет также понять, на что ориентирован турпоток и над какими сферами этой отрасли стоит поработать. А поработать есть над чем. К примеру, в нашем регионе недостаточно развит туристический бархатный сезон. У нас есть такая классика, что все отдыхают летом. И где-то к 20 числам августа все стараются вернуться, чтобы подготовиться к осени, к работе, детей в школу отправить. И здесь, конечно, идет такой достаточно резкий спад. Лето это про тепло, лето это про отдых, осень это уже про что-то другое, но не про отдых. Соответственно, здесь, возможно, действия должны предприниматься даже, вернее, не только на региональном уровне, но и на федеральном, чтобы формировать картинку, формировать образ осенних красивых приключенческих путешествий по России. И там через X лет мы можем увидеть результат. Однако небольшие шаги к межсезонному туризму наблюдаются уже сейчас. По данным одного из сервисов по бронированию отелей и квартир, спрос на отдых в бархатный сезон среди россиян вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Байкал расположился на пятом месте среди десяти озер, которые выбирают наши земляки для посещения осенью. В среднем туристы проводят у нас четыре ночи. Но рыцкий спад турпотока к началу осени все равно ощутим. Поэтому власти сейчас ищут идеи, которые помогут изменить ситуацию. Здесь мы пойдем по пути расширения рамок туристского сезона, поскольку летний и зимний сезон в пике очень хорошо посещаются туристами. И дать возможность людям подольше провести время, интересно провести время на территории Косковской области наша задача. Мы планируем разрабатывать новые событийные мероприятия, новые маршруты, которые будут охватывать как раз осенние краски области, захватывать какие-то событийные мероприятия. А пока для того, чтобы привлечь жителей страны к осенним путешествиям, в России даже запустили программу кэшбэка. Для туристов, которые оплатят свою поездку до 10 сентября и отправятся на отдых до 25 декабря, предусмотрен возврат средств до 20 тысяч рублей. А для Дальнего Востока сумма увеличивается в два раза. Анастасия Смирнова, Василий Заводский. Новости по будням.